Субтитры подогнал «Симон» Эй, Лиза! Давай скорее, ты чего плетешься? Мы что, куда-то опаздываем? Это тебе не Олимпийские игры? Ну и что? Я хочу нормально покататься, а не торчать на одном месте. Лиза, у меня времени мало, догоняй. Подожди, Люк. Постой. Что такое? К нам сейчас парень один присоединится. Он спасатель. Спасатель? Зачем нам спасатель? За тем, что здесь опасно. Ты выбрал очень трудный маршрут. Смотри. Вон он едет. Саш, мы тут! Здорово, Лиза! Это твой бывший? Да нет, мы дружим с детства. Он сейчас тут работает. Ну, передавай ему привет. Привет, Сашка! Привет! Это и есть твой мараканец? А-а-а, уи! А он куда почесал вообще? Ой, да ну его! Нам завтра езжать и мы в Кацабланку возвращаться. Позвращал мне этот маутинбайк. Ты вроде не увлекалась никогда. Да я вообще... Чего? Ну, что, там уже спуск? Да. Ты боишься, что ли? Вон бледные все. А, да не бойся. Я подстрахую. Давай за мной. Давай потихоньку. Помнишь, я тебя в шестом классе с дерева снял? Давай, шевели педалями. Ах, молодец. Ах, молодец. Ах, молодец. Итак, вчера здесь были капитан Грек и доктор из больницы. Да? Валентина. А Грек сейчас где? На маутинбайках катается. Он отгул взял. Подруга приехала из Москвы. Интересно. Майора Аверина в курсе? Майора Аверина-то в курсе. А вот то, что вы в курсе наших личных отношений, это, конечно... Это, конечно, моя работа. Да, кстати, о личных отношениях. Вы двое вечером были в пультовой. Так? Да, я тоже оставалась дежурить. А вы перед уходом обнаружили открытый газ. Доктор Кистрин, я вас спрашиваю. Да? Да, обнаружил. Не перед уходом. Я сначала ушел, а потом вернулся, чтобы Греку и доктору сварить кофе. Я обнаружил. То есть, Грек задержался позже всех? Нет, он только пришел на дежурство. Значит, последним уходили вы? Да, видимо. Но я же вернулся. Я же закрыл его, этот газ. Аккуратнее закрывать надо было. Наляпали отпечатков. Вообще, последним уходил Ашот. Давай-давай. И потихоньку спускайся. Спускайся, не торопясь. За мной я подстраховываю, если что. Да, молодец. Все нормально? Да. Точно? Слушай. У вас серьезно с этим люком? Просто интересно. Ой, да не знаю. Ну, вот приезжает ко мне, пускай. Я особо не задумываюсь. О, привет. Май френд. Саша. Саня. Привет, я Люк. Люк, я знаю. Прикольный. Что он сказал? Могла бы хоть подождать и не флиртовать со своим другом. Ну, что ты несешь? Я не флиртую, я пытаюсь тебя догнать. А что ж ты с ним катаешься, Аня, со мной? Ну, ты слишком быстро едешь, а я себя неважно чувствую. Отличный аргумент. Так, стоп, стоп. Новый проблем. Как ему сказать, все хорошо? Хорошо, хорошо. Я гляжу, он опытный. Да, характер, конечно, у него. Он тебя знает, что там на развилке налево надо повернуть? Люк, там развилка, бери влево. Хорошо. Справа что? Справа? Справа конец дороги, все. Люк, на развилке налево поверни. Да, оставайся с ним. Ладно, давай, поехали. Погнали, погнали. Осторожней. Черт. Саша, ну он тут не мог проехать. Вижу. Ну и куда он делся? Ясно, куда. Направо свернул. А телефон? Он отключился. Сначала гудки долгие, а потом вне зоны. Вышел из зоны. Такое бывает. Мы в горах. То связи есть, то связи нет. Ну давай, не понимай. Паникуй как тогда в шестом классе? Ну как не паникуй? Тихо, тихо, тихо. Дышишь. Я дальше поеду и его поищу. Дай мне телефон. Я сейчас на базу отправлю ребятам, они локацию пробьют. Так можно было? Можно. Все, спокойно. Алло, старик. У меня тут заморский гость уехал на велике и пропал. Я тебе телефон скину, локацию пробей. Ага. Тут за лесом просто обрыв. Я боюсь, как бы он не того. Черт, Лиза, кончай звонить. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Кто-нибудь мне может объяснить, что у нас происходит? Саидыч, успокойся. Никто вообще не понимает, что происходит. Пойду, сейчас к Ежову все ему скажу. Не надо никуда ходить. Уж Ежов здесь точно ни при чем. Это он меня вызывает. А я возьму и скажу. По суропил он нашему Греку. И отряда спаснут головняк какой-то. Зато Грек получит майора. Да майор у него и так был. Вернее, майор же. О, Юль, привет. А мы как раз и тебе, Юль. Да, и все только хорошее. Ничего не слышала, что там следак говорит? Слышала. Краем уха. А что-то подозревает. Что? Ну, вчера последний с базы уходил. А что-то тут при чем? Золотой парень. Ему зачем людей травить газом? Согласна. И Грек ему совершенно не мешал. Волошин этот придурок. Может, уже по-мужски с ним начать говорить? И вы перед уходом были в комнате, да? Один? Один. Кофе допил и пошел. В комнате или на кухне? Кто тебе там все время? Потом нельзя? Это Валя переживает. В комнате. У нас там чайник. Лиза! Сашка, ты нашел чего? Это его бутылка? Его. Уверена? Его. Да, Коль. Слушай меня. Старик скинул точку. Мараканец твой действительно где-то у обрыва недавно засветился. Мы выезжаем, подъедем туда снизу. Все, на связи. Деп. А зачем пить кофе перед выходом на базе в одиночестве? Дома нельзя было. Извините, что прерываю. У нас срочный вызов. Мне нужно забрать старшего лейтенанта Алабяна. Нет, подождите. Подождите вы. Человек пропал. В его жизни и здоровье угрожает опасность. Человека надо спасать. Мы свое дело делаем, вы свое. Алабян, пошли. Саша. Лиз, ты чего? А? Где болит? Нормально все. Устала просто. А чего не нормально? У тебя горняшка, что ли? Ладно, я тебя сейчас на велике повезу. Давай, садись. Вот, из-за меня держусь. Ага. А вот сюда. Да, поехали. Все, спокойно. Следы вижу. Он туда поехал. Сейчас найдем. Люк. 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 Ты где, Люк? Черт, ну отзовись. Да что с тобой такое-то? А? Ты как? Нормально. Вот голова закричилась. Так, значит кричать буду я. Ты спокойно сидишь, бережешь силы, хорошо? Люк! 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 Отзовись уже. Тебе нельзя умирать. Ты еще не узнал, что будешь отцом. Что ты сейчас сказала? Чтоб не умирал. Нет, нет. Про папа, что там? Я не понял. Папа? А остальное ты понял? Лиза, ты думаешь, я не понимаю, что значит по-французски папа? Ты беременная, что ли? Ну да, да. Ну да, да. Так, сюрпризики. Поздравляю. Спасибо. Едем дальше. Совобьян! Ты скоро будешь папа! Ну а ты-то чего? Вместе зайдем, сама и попросишь. Да нет уж, давайте лучше вы. А я вас тут подожду. Я понял. Только я не понял, зачем тебе это нужно? Этот следак наверняка все проверил. Да вот черт его знает. Мне все больше кажется, что у нас не самый умный следак. Правильно кажется. Только… Могила. Трапотова. Лёг, это его бой! Так, все. Теперь уже точно все! Без паники! Слушай мою команду. Стоишь здесь, ждешь, держишь велосипед и не мешаешь мне, ясно? Надо было ему раньше сказать. Мы б тогда, может, не поехали. Вот беременная гора. Ну, поехали, не поехали. Скажешь, он обрадуется. Я боялась, что он сбежит. Лучше бы он сбежал. Ну, знает, может, и сбежит. Лиза! Я его нашел! Здесь он! Стой там! Лиза, к краю не подходи, я спускаюсь. Люк! Думаешь, он живой? Не переживай, мамочка! Живой! А ты сможешь его сюда поднять? Если он будет не против. Вернее, его позвоночник. Ну, а врачи что говорят? Сергей Саидович, вы здоровы, как бык. Бегом на работу. Все это очень даже замечательно. А то, знаете ли, работать некому. Сергей Саидович, я для вас новую должность подобрал. Совсем другой масштаб. Спасибо, добрый генерал. Спасибо, добрый генерал. Это что, новый отряд? Вы же греку вроде. Генерал. Какой отряд? Грите, шире. Вот уже и приказ приготовили. Департамент надзорной деятельности и профилактической работы. Вы мне на старости лет инспектором хотите сделать. Какой старости лет? Вы еще не старый. Ну, правда, уже и не молодой. Да и не простым инспектором. А руководителем целой службы. Да я в полях руковожу. Там мое место. А травма? Спина у вас до этого болела, а теперь еще и ноги. Ну, спасатели всегда свои болячки прячут. Бегают, бегают, а потом раз и инвалид. Ну, Сергей Саидович, подумайте о себе. Вам еще сын растит. Ну и кого я назначу? Где я лучше найду? Можно мне подумать? Нужно. Но недолго. Есть недолго. Разрешите идти? Идите. Да, еще, товарищ генерал, Аверина просится в архив посмотреть личные дела. Хорошо, давайте Аверин. Разрешите идти. Идите. Ох, ребятки, не нравится мне все это. А они там где-то высоко? То, что высоко, это хорошо. Намного хуже, если глубоко. Телефон этого парня недавно в сети был. Вон там. Так а почему мы сразу на юрк не поехали? Да не проедем мы там. Придется в объезд ехать. Это долго. Был с тобой трем, как минимум. Наверху Грекову и сам бы нашел. А вы позвоните Грекову. Где они? Да звоню я уже. Раз в десять. Недоступен. У него там не ловят, что ли? Будем надеяться, что это единственная проблема. Все, приехали. Станция Березай, кому надо, вылезай. И что дальше, пешком? Можем, конечно, по-быстренькому завал разобрать и дальше с комфортом поедем, но не вариант. Разбираем снарягу, обвязки и вперед. Думаете, нам придется наверх залезать? А черт его знает, что нам придется. Каски надеваем, ребят? Может, еще не все сверху упало. А силки одни брать? Костя, не каркай. Я на всякий случай парочку возьму. Хорошо. Ну так что, нельзя его наверх поднять? Смотрю, позвоночник. Может быть, его окантовать нельзя? А что, если нельзя? Что тогда? Если нельзя, будем ждать парней. Каких парней? Спасательный отряд, я их вызвал, они должны были от твоего. Люка внизу искать. Сейчас, терпи, другой. Оп, оп, все. Очнулся. Люк, я здесь. Лиза? Лиза, у меня все болит. Саш, ему больно. Да понятно, у него локоть сломан. В России еще где-нибудь болит? Люк, Люк, ты сломал руку. Только там болит или еще где-то? Еще? Да вроде нет. Ай, Лиза. Лиза, что он делает? Зачем? Терпи, терпи. Атамана будешь. А ты везучий, а? Лиза. Так, терпи. Сейчас, терпи. Где она? Что ты делаешь? Потерпи. Тебе станет легче. Лиза, Лиза, нет, нет, стой, не падай. Лиза, держись. Лиза, ты жива? Что с ней? Она ранена. Жива. Лиза, ты меня слышишь? Лиза. Лиза. Черт. А вот как мы отсюда теперь выгнали за это вопрос? Зря он к Ашоту прицепился. С таким же успехом я мог бы этот газ открыть. Ну, если ты открыл, зачем потом закрыл? Ну, допустим, хотел вас с Игорем убить. Пришла Валентина. Мне стало ее жалко. Ерунда это все. Никто из нас никого бы никогда не убил. Тогда зачем ты Ашоту слил? Слил? Я просто рассказал, как все было, вот и все. Молодец. А он дурак заявление писал, чтоб тебя освободили. А ты такой сразу, это Ашот. Ребят, я отойду, можно? Мы с Валей договорились кофе попить, а то вчера не получилось. Ну, вы, если что, звоните, я мигом вернусь. То есть, Ашотик весь у нас такой хороший и, конечно же, не виноват. А когда меня забирали, ты сразу поверила. Я не... Да просто Ашот ни с кем не ругался. Какой из него убийца? Он весь как на ладони. А я? А про тебя я ничего не знаю. Ты же мне никогда ничего не расскажешь. А что я должен тебе рассказывать? Про свое детство, про свое отрочество, про проблемы свои. Ты моим психологом заделась? Мне не нужен психолог. Может, тебе вообще никто не нужен? А может, и не нужен. Лиза, помоги ей. Да что ж за место такое проклятое? Связь не ловит, обратного пути нет. Лиза. Лиза. Ты меня слышишь? Лиза. Лиза. Ты сиди тихо, совобьян. Весь переломанный. Ну, это, как его, даун. Какой даун? Ты же спасатель. Ты, а не я. Сделай что-нибудь в конце концерта. На нее вообще кричать нельзя. Она, это, как ее, маман, что ты глазами хлопаешь? Саш, не надо. Что не надо? Не говори. Он же сказал. Лиза, любимая, ты как? Тебе получше? Хоть немножко. Да, я просто очень испугалась. Ты не волнуйся, все будет хорошо. Как же мы отсюда выберемся? Надо набраться терпением. Парни нас обязательно вытащат, по геолокации пробьют. Что он там говорит? Я не понимаю. Мы будем ждать помощи. Его друзья. Эй, она умирает. Смотри. Лиза, родная, я с тобой. Ты как? Все. Надо вас отсюда вытаскивать. Слушайте, а мы точку не прошли? Вроде нет. Сейчас проверю. Ты погрешность-то учитывай. Нет, в этом районе где-то. Может, нам надо подниматься и в лесу искать? Нет, давайте лучше лес обойдем сначала. Он скоро закончится, там голые скалы пойдут. Тогда ускоряемся. короче, маракуйя. Ты пойдешь первым. Потом она за тобой. Понял? Что ты хочешь? Нет, не понял. Ну, это, как его? Даун. Не в смысле синдром, а в смысле, ты пойдешь первый. You first up. Она, you up. You. Страхуешь? Страхуешь ее? Одной рукой? Да хоть зубами, ясно? Готов? Давай. Хорошо, хорошо. Я сейчас. Руку береги. Тихо, тихо. Ага, давай. Аня Федоров, Иннокентьев Малач. В 2022 году в отношении Федова проводил служебную проверку по факту гибели гражданского лица во время спасательной операции 14 на 3, вызов 81. Девина не доказана. Виндровнов Малерий Аркадьевич в 2022 году проведу служебную проверку по факту гибели гражданского лица. 14 на 3, вызов 81. Девина не доказана. Девина не доказана. Касацкий. Проверка гибели лица 81. И она не доказана. Закончил? Нет, я... Я хотела посмотреть запись о вызове номер 81, 14 марта 2022 года. А вам генерал дал допуск только к этим личным данным? Ну да, оно как раз вот к ним относится. Но я не имею права, понимаете? Ну да. Аня, а вы понимаете, что наших товарищей убивают? Одного за другим. И если я сейчас с этим не разберусь? Ладно, я открою у себя и посмотрю. Хорошо. Вот пожар в загородном клубе, девушка погибла, 22 года, Ирина Липкина. Чего погибла, в огне? Нет, отравление продуктами горения. Скончалась в больнице. Ага. Ну, в общем, это логично. Поэтому Нефедова вызывали, проверяли. Да, все те же. Дронов, Касацкий, Нефедов. И вина их не доказана. Ирина Липкина, значит. Так, а вот это… Извини. Вот это что за файлик? Это аудиозапись вызова. Она звонила в МЧС. Да. Послушать можно? А что вы там хотите услышать? МЧС слушает. Что у вас случилось? Слушайте, меня уже кто-нибудь спасет? Где вы находитесь? Весь дым повсюду. Нечем дышать. Никто не приходит. Спасибо. Грек так и не отвечает. Да у меня уже у самого сети нет. Наконец-то хорошая новость. Будем надеяться, что где-то здесь. Но никого пока не видно. Завалов нет. И где от нас не спрятаться? Это еще лучше. Мне бы твой оптимизм, доктор. А вон Грек. Вон, на скале. Ладно, я пошел. Подожди, замуфтую. Смотри. Держишься, упираешься ногами. И медленно, медленно, как черепаха. Черепаха, тортилла. А, тортилла? А, черепаха, черепаха, понял. Давай, вывешивайся. Смотри, а бабка-то у нас молодец. Давай, пошел. Иду, иду. Смотри, давай. Саня, Саня, Грек, быстрее. Ха! Здорово, мужики! Сами нас нашли. Ну, вы даете. Нашли, нашли. Сейчас поднимаемся. Давай, мы вас заждались. Я у нас теперь злодей по всем фронтам. Очень нехороший человек. Редиска, я б сказал. Да ладно тебе, поверитесь еще. Кто-нибудь тебя обожает. А что ты вообще добряк? О, наша репортерша идет. Наша, а твоя. А что это моя? Будет твоей, балбес. Если ты клювом щелкать перестанешь. Ты что, меня еще обидеть до кучи решил? Привет. Привет. Ну, что, видела Варвару вчера? Да, я передала ей все вчера. И как она? Она уж точно всех нас виниет. Нет. Нет? И что она говорит? Ничего. Я уже знаю, когда ты мне врешь. Ну, что она сказала? Ничего она не сказала, ясно? Отстань от меня. Отстал! Саня! Как ты там оказался? Какой ейти туда тебя приволок? Да сам ты, Ети. У меня тут люк поломанный и... Что за люк? Где ты там люк нашел? Куда он ведет? Да люк, имя, парня. Ясно. Он мараканец. И девушка у него Лиза. Ее надо срочно спускать, ей плохо. Меня бы подстраховать. Я тебя понял. Бросай веревку. Сань, какие симптомы? Слабость у нее. Веки открыть сложно. Отрубилась. Так, давайте, принимайте. А шо, ты че застыл? Давай наверх. Сейчас. Слушай, а может я внизу с доктором девушку приму? И мы ее сразу понесем. Раз ей плохо, значит в больницу, наверное, надо. Ну хорошо, давай. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Петров, наденец у тебя надо. Не надо мне наденец. Это тебе надо немножко подкачаться. Всем привет. Здравствуйте. О, вежливый народ в Марокко проживает. А ты что такой бледный, Грех? И запыхался. Выходной у тебя на свежем воздухе. Коля, да ты весишь как рояль. Ну понимаю, такой вот я красивый. Не могли Алабяна прислать? Алабяна? С Алабяном там что-то не того. Ты представляешь, отказался подниматься. А что, отказался? Отказался, мол, типа там постою. А, ясно. Что делаем? Ладно, ты давай с девчонкой вниз, вы с Прохоровым, у нее сразу в больницу. А я здесь разберусь. Эй, Люк, давай, иди ко мне. Аккуратненько. Иди ко мне. Иди ко мне. Здрасьте. Привет. А это кто? Девушка. Зовут Ирина. Училась тут Сочи на юридическом. А что случилось? Что сразу случилось? Человек что, не может просто так смотреть чужие фотки в соцсетях? Другой человек может, а вы и нет. А, у вашего-то сестра двоюродная. Тоже на юрфаке, кстати. Да ладно. Не это случайно? Не знаю, я ее не видела. Ее зовут Рузанна. Вы проверьте по хэштегу. Надо же. А это важно, что девушка Ира дружит с сестру Ашота? Лиза, Лиза, ты как? Ты меня слышишь? Все, тихо, подожди. Я только посмотреть, как она. Спокойно. Береги руку. Люк, береги. Что? Руку береги. Давай, отойди от края. Отойди от края. Ладно, ладно. Салабьян, тебя скоро будет принимать Алабян. Что? Алабян. Что такое Алабян? Все, мы приняли. А? А? Что он говорит? Все. Готовы? Скоро хэппи-энд. А что, принимай, мы принесли девчонку. Ну, что с ней? Да ничего страшного. Вы будете отлично. Саша, ты чего? А, черт, руку повредил. Сильно? Нет. Вообще-то да. А что? Я, наверное, сам не спущусь. Я понял. Тихо, 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 тихо. Когда это началось? И мне? Что началось? После этого придурка с катаной? Когда-то на балконе повис? Я с парашютом прыгал. После этого балкона в глазах все темнеет. Да помню я, помню. ВДВ и все такое. Тебе надо один раз пересилить. И все пройдет. Ну, если не сможешь, давай, Колю зови. Не, я сейчас. Сейчас. Ты же командир. А командира не бросают. Я твой друг прежде всего. Давай, поднимайся и смотри на меня. Молодец. Молодец. Дим, а ты знаешь сестру Ашота? У него две сестры или одна? Отстань. Я тебе ничего рассказывать не буду, потому что ты мне ничего не говоришь. Детский сад. Ну, мне расскажи. Только ради Юли. Вот это, значит, твоя сестра, да? Да? А вот это кто? Тоже сестра, она его девушка? Ну, вот это Рузанна, а вот эту девушку не знаю. У вас что-то девушек целый полк. Ну, прям полк. Ты хоть одну из них видел? Не одной. Он же не возит их сюда. Дим, ну извини, пожалуйста. Я же не могу про Варю всем рассказывать. А на что она по душам? Кость, скорую надо вызывать. Я уже вызвал ее. Слушай, она уж очень давно в отключке лежит. Сейчас перейдем в чувство. Не переживай. Я вообще не понимаю, как она с таким воротом дышала. Коль, ты сейчас немного лишней, а? Оставь меня с девушкой наедине. У нее, между прочим, жених есть. Я тебе больше скажу. У нее еще кто-то есть. А вот мальчик или девочка уже другой вопрос. Кто? Кто? Как рука? Ах ты жук. Это тебе за то, что один терпишь втихую. Мы же семья, а? Помнишь? Помню, помню. Помнишь? Помню, помню. Отпусти. Ну ты даешь. Блин, больно. Еще меня жуликом называл. Может быть, я всю жизнь мечтал ВДВшнику уши наврать. Эй, ребята, все нормально? Салабьян, все хорошо. Мы с Салабьяном спускаемся. Он красавчик. Окей. Ладно, я вас жду. Спускайтесь уже. Ну, как там у вас? Уехал следователь? Да, но он еще приедет, наверное. Не жалеешь ли он, что не остался у нас? Какой-то несчастливый отряд. Да я не разобрался еще. Столько всего происходит сразу. В Африке было спокойнее. А ты здесь один? Ну, в смысле, родня, мама, папа. Мама в деревне живет. А вы, ты? Одна? А родителей нет. А кто есть? Нет, Кофе, пожалуйста. Лолошин теперь за тебя взялся? Да, черт с ним. Саш, спасибо. Да я за что. Тебе спасибо. Ну, ладно, надо под следака. Ты не думай, я тебе в обиду не дам. Слушай, мне нужно тебе кое-что рассказать. Это очень важно. Да он все равно по-русски ничего не понимает. Говори. Слушайте, ребята, у меня там велик остался. Что делать? Достанем мы твой велосипед. Спасибо, Спасна. Да не за что, обращайся. Рад познакомиться. Ну, что хотел? Давай потом. Точно? Да. Да, хорошо покатались. А в Красном Христе очень классная команда. Там вообще лишних людей нет. Каких лишних? Ну, таких. Которые сами не знают, зачем пришли в эту профессию. Типа, кем бы мне стать? Пожалуй, врачом. Вот там таких нет. Туда, если кто попадает, он хочет лечить людей. Без вариантов. Ты знаешь, я это сразу про тебя поняла. Ну, такое вообще видно по людям. Ну да. И по тебе. Смотришь на человека и понимаешь. Свой. Ну, в МЧС так же. Разве у вас в отряде есть лишние люди? Ну, пожалуй, только я. Ты правда себя так чувствуешь? Чужим? Не знаю. Может, не привык еще. Торопишься? Тебя проводить? Нет. Спасибо. Давай я позвоню завтра тебе. Я сама позвоню. Пока. Петр. Вуаля. Мерси. Че с ним? Похоже, перелом локтя я укол сделал. Ой, осторожно. Ты молодец. Ну, в больнице уже сделают рентген. Там его загипсуют. Так, ну, а лицо мы сейчас здесь обработаем. Доктор, что с ней? Она ранена? Это серьезно? Спрашивают, как она? А, Лиза-то? Окей, окей. Гипокассия на высоте. Ну, плюс еще стресс. А, стресс. Ну, да. Да еще и ранний срок беременности. Доктор, не надо. Вы про что? Что не надо, Лиз? Что не надо? Ну, хватит дурака валять. Ну-ка, говори давай. Лиза, что он сказал? Люк. Люк. Я беременна. Не понял ты что? Ю, папа. 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 Что? Нет. Что значит ноу? Что ноу? Ты только попробуй меня свинтить. У нас, знаешь, руки длинные. Я тебе... Лиза, это правда? Лиза. Нет, я не верю. Лиза, серьезно? Лиза, серьезно? Серьезно. Слушай, Люк, я у тебя ничего не прошу. Знаешь что? Это я у тебя прошу. Прошу твоей руки. Дай руку. Я тебя люблю. И я тебя люблю. Что? Что они говорят? Да понятно чего. Для мур, то жур. Отзорная деятельность? Так это же классно, Сережа. Ну, я понимаю. Чем эта должность так тебе понравилась? Может ты рассчитываешь, что я буду брать взятки? Ну, если бы ты начал брать взятки, я бы решила, что ты заболел. Что, невкусно? Ну, что ты мог с тобой? А когда у тебя было невкусно? Ну, и что ты сказал? Я сказал, что я подумаю. А что тут думать? Серьезная, важная работа. Без риска. Ну, конечно, без риска это для тебя минус. Но, может быть, ты подумаешь обо мне? А нас? Если бы я о вас не думал, я бы отказался сразу. Посмотрите на него, какие жертвы. А врачи, между прочим, говорят... Врачи, врачи, что не видно, что я здоров. Ой, Зоя, прости. Прости. Прости меня, деточка. Это я так вспылил. Просто нервы в последнее время. Не к черту. Я все решу. Все решу. Просто не надо на меня давить. Водички попью. Представляешь, он со скалы четыре метра на уступ летел. И только локоть сломал. Ну, бывает же такое? Да. Это же надо догадаться неопытную девочку тащить на такую трассу. Еще и беременную. Да он не знал, что она беременна. Ну, можно простить мужика, правда. Он скоро папой будет. А самое главное, что у них в семье все хорошо. Ладно, я пошел. Счастливо. Давай. Ты что-то сказать хотел? Давай потом как-нибудь. Может, выберемся на выходных на рыбалку, потом поговорим. Все, займет на. Счастливо. Никакой рыбалки. В смысле? Ты опять с Волошиной общалась? А шо-то я вам не отдам. Я Волошину ни слова не сказала. А вот сама кое-что выяснила. Ну? Год назад в загородном клубе погибла девушка. Ирина Липкина. Ее не успели спасти, она дышалась газом. На дело выезжали Дронов, Нефедов и Касацкий. Так. Дронов погиб, Нефедов покалечен. А Касацкий вчера чуть не отрывался газом. Интересно. Как это с рыбалкой связано вообще? Эта Липкина была знакома с сестрой Ашота. Может, она его и самого знала? Ашот всегда рассказывает, что он встречается с разными девушками. Но в реальности никогда ни один человек его ни с одной девушкой не видел. Так вот, я что думаю, может, он был влюблен в эту Липкину, а теперь мстит за нее? Только сейчас? Вообще, это как-то за уши притянуто. Послушай, может быть, наши проблемы вообще не связаны с этим пожаром? Связаны, Саша. Голос, который вы слушали в рацию, это запись звонка Липкина в МЧС. Да ладно. Ты крутая. Да? Ты реально крутая, Юль. Блин, ты бы с таким же рвением по врачам ходила. Опять сегодня не успела? Ну, я завтра будут готовы все анализы. Правда? Да. Вместе поедем забирать. Хорошо. Я прошу тебя, пожалуйста, отстань от моей команды, ладно? М? Не нужна мне твоя команда. А вот от убийцы я не отстану. Извините. Господи, что ты тут напугала? Ты чего прячешься здесь? Я вас ждала. Я сказать хотела, раз уж вы подозреваете о Шоте, только об этом никто больше не должен знать. Я и вам-то не имею права. Не скажу. Обещаю. Говори. А Шот любит Варвару. Жену Дронова. Давно. Так. И она его тоже? Да, но они расстались. Им было стыдно перед Валерием Аркадьевичем, и потом он узнал и хотел вывести эту Варвару в другой город. Ну, ясно. Понимаете, А Шота можно было бы сподозрить в убийстве Дронова из-за жены. Но Касацкого имя Федора-то за что? Помстить за эту Ирину Липкину он бы не стал. Подслушав он? Да. Далеко пойдешь. Ладно, спасибо. Вы дали слово. Сдержу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Спасибо. Я за этим и приехала. А вот чего ты с нами потащилась, непонятно. С вами? Ань, ты совсем уже? Эльдар нас обеих позвал. Он сказал, не сгонять ли нам на озеро, и смотрел при этом на меня. С намеком. Ничего он на тебя не смотрел. А ты такая сразу, да, давайте. Нормальная сестра бы сказала, не хочу, езжайте без меня. А чего ж ты не сказала, раз ты нормальная? Да кто ж тебя звать-то будет на озеро? Ты даже плавать не умеешь. Он нас не плавать звал, а на сапе кататься. Вот все время ты едешь. Все время, пока мы все вместе дружим, все время тянешь одеяло на себя. Но теперь-то он явно хочет не просто дружить. Да. Со мной. С чего у вас тут? Весело. Ленка, ты Прометей. Ты в вылетре Афродита. Да, прямо как медуза Горгона. Эй, Прометей, много не пей. Печень береги. Да. У Прометея выходной. Жилет надень хотя бы. По-моему, без него красивее. Утонешь, дура, вернись. Ты слышишь меня или нет, Дорада? Я тебя с силой утащу. Весло по башке получит. На берег давай. Отвали. Ленка, не дури, а. Да ты думаешь, я шучу? Я не шучу. Характер показала. На берег давай. Отстань. Хотела вдвоем с Эльдаром ехать? Вот, пожалуйста, считай, что меня нет. Да пошла ты. Что такое? Ну как? Давай. Садайся, давай. Давай. Все. Давай. Садайся, давай. Давай завтракай, быстрей. Опоздаем к врачу. Мой врач. Хочу опаздывал, хочу нет. ПОЗИТЬ! ПОЗИТЬ! Продолжение следует... Юль, я зайду зубы почистить. Обещаю, приставать не буду. Ну ты че, дуешься, что ли? А? Ну правда, давай мириться. Мы сейчас к врачу придем, такие надутые все. Он вообще запретит нам детей заводить. Хотя, наверное, все-таки приставать будут. Эльдар! Эльдар! Помоги! Нас тащит тут водоворот, не можем выплыть! Да ладно, девчонки, вы че, прикалываетесь? Ну это же озеро, откуда водоворот? Ты дурак, мы выплыть не можем, нас тянет! Ну и чем я вам помогу? У меня-то второго сапа нет? Плыви сюда! Ладно, я сейчас. Я сейчас спасателей вызову! Как далеко от берега они находятся? Ну, я не могу понять. Приблизительно. Ну, метров пятьдесят. Вас поняла, вызов принят. Спасатели скоро будут у вас. Сонь, Сонь, ну подожди. Прости меня. Ты не передумал другой отряд переводиться? Нет, не передумал. Но пока не могу, у меня подписка о невыезде. А ты, я так понял, передумала. А почему тебе не остаться? Грек за тебя горой, он хочет дружить с тобой. Да все хотят. Ну такие все прям лапушки. Ну перестань. Тебе так надо выйти победителем, да? Доказать всем, что ты лучше. При чем тут моя победа? У нас был отряд. Наш отряд. А теперь его нет. Народ по углам шушукается. Провода портит. Газ открывает. Так ты же сам говорил, что это кто-то чужой. Как тогда? Все началось, когда они приехали. Это твои слова, не мои. Они и есть те самые чужие. Нет. Уже нет. Сонь. Ну, Сонь. Оленье озеро, говоришь? Да. Проезд к нему там есть? Ну, конечно. Лодку проверил? При приеме смены проверил. Молодец. Игорь, поехали с ними. Езжай. Меня возьмете? Я там была. Разрешите, Николай? Ладно. Вдвоем справитесь. Я на хозяйстве. Ну, смотрите у меня. Все будет по высшему разряду. Мистер! Мистер! Мистер, помоги! Мистер! Мистер! Да выйдите скорее. Чего так долго? Плывите за ними. Да тихо, тихо. Сейчас поплывем. А вы почему сами не поплыли? Да у меня другой лодки-то нету. Мистер, помоги! Ну, можно было просто веревку бросить и на себе вытянуть. Я боюсь, меня тоже затянет. Интересно, как этот подворот в этом озере оказался? Ну, тут речка проходит подземная. Как раз в это озеро попадает. Девчонки! За вами скоро приплывут! А вы со Шотом работаете, да? Ну, да, мы коллеги. Розанна, а он был знаком с вашей подругой? С Иришкой? Угу. Да нет. Он же не тусят с нами никогда. Я его с Тамаркой специально знакомила. Тамар, я не могу его застегнуть. Ну, давай помогу. Тамара, а вы встречались с ним? Да нет, что вы. Это он, Розанка, меня все мечтает с ним свести. И с виду. Тамарка Ашоту подходит, а Иришка не подходила. Ну, кто-то же у нее был? Кто-то был точно. Она в него втюрилась по уши. И ездила с ним куда-то на выходные. А меня с ним так и не познакомила. До пожара. Ну, что ты же она о нем рассказывала? Ну, готова. Это очень-очень красиво. Правда? Угу. Да нет, ничего особо не рассказывала. Знаю точно, он не армянин. Ага. Ну, это уже что-то. Так, ну, может быть, он был старше, чем она, или очень богатый? Да нет, вроде. Почему? Ну, я просто пытаюсь это сложить. Она была студенткой из Оренбурга. Угу. Жила в общаге. И, как вы говорите, родители ей не помогали. Как она вообще могла оказаться в таком дорогом клубе? Ну, давай попробуем камень найти и заигримся там. Камень. Да? Я могу тебе помочь. Что я могу сделать? Слушай, твоя самая главная задача сейчас просто успокоиться. Хорошо? Давайте я помогу. Давайте, ребят, успеха. Всем пункт подкилим. Да откуда же тебе столько энергии-то, а? Лен, вот так надо грести, под углом. Посмотри на меня. Допрыгался, а? Что там у тебя? Обжегся. Возьмите в багажнике аптечку. Там спрей от ашоков и бинт. Идиот какой-то. Ну, что ты психуешь, Соня? С Игрим поговорила. Мне что, с ним вообще не разговаривать? Ну, почему разговаривай? Только не воспитывай. Вытащи его куда-нибудь. И смотри на него, как раньше. А тебе это все зачем? Что зачем? Ну, чтоб я смотрела, как раньше. Ты же сам говорил, что я тебе нравлюсь. Нравишься? Ну, я люблю, что ты Игоря. А что, если бы вы расстались, ты бы ко мне, что бы прибежала? Я... Соня, тут, тут ли что-то? Наверное, этот активист ее по углям протащил. Вот скажи мне, Саид, это нормально? А? Врет мне в глаза. Про врачей, про анализы. Детский сад какой-то. Только без детей. Да, Юля и Тюля. Ну, зато тебе никто работать не мешает. Никто тебе не говорит, туда не лезь, сиди прямо, думай о нас. Почему я все время ей говорю? Слышь, мужики, а может, вам просто девками поменяться, а? Слушай, иди, пожалуйста. Да, иди. Вон, на кухню. Да, будет. Спасибо. Ну, главное, если тебе ничего не надо, прямо так и скажи. Чего врать-то? Из дома сбегать. Да пошло оно все к чертовой матери. Да. Пойду кижу и так прямо ему и скажу. Ищите другого дурака, товарищ генерал. Саидыч, ты водички-то попей, попей. А что сразу ты не сказал? Тогда бы он не пустил в архив. Архив – это важно. А что в архиве-то? Кто? Да, Леня, видишь, какая сложная жизнь у наших командиров. Да иди уже! Нормальный человек? Да все. Саид. Саид. Вить, может, правда вернемся? Нет. Он нас только одну сторону сдувает. Сейчас подъедем к ним и бросим трос. Ну, ладно. А я постараюсь сделать так, чтоб ты не промокла. Да не страшно. Зря купальник не взяла. Девчонки вон какие красивые. Да ты и без купальника, и в купальнике. Ну, в смысле, просто красивые ты. Девочки, а не Лена! Мы вам сейчас бросим трос, а вы ловите! Далековато. Соня, ну мы не можем ближе. Иначе нас тоже начнут в воронку затаскивать. Я в воду. Вить, я с тобой. А кто меня строковать будет? Так. Давай. Так. Держи. Угу. Давай я еще раз трос брошу. Попробуем, да? Да. Ловите! Ленка! Ань! Лен! Ленка! Ленка! Ногами греби! Там-там-там-там! Мы... Мы доплывем! Все-все-все-все! Держитесь, я уже здесь! Так. Хорошо. Давай тебе одну руку. Ленка, все нормально. Давайте. Вот сюда. Молодец. И сюда. Хорошо. Молодец. Отлично. Лена! Ань! Так. Держи крепко. Хорошо? Да. Сонь, тащи! Ань! Лен! Не могу! Затягивай! Ань! Аня! Черт! Руку. Сюда-сюда лучше. Залезай на борт. Ань! Ань! Тихо! Они выплывут! Господи! Прости меня. Это же все я! Сюда-сюда. Господи! Борт nä Witness! Ну что, скажи, круто. Угу, красота. Но нам же не обязательно туда ходить. Как это не обязательно? А на тепло вообще тогда сюда пришли? Весь припол в том, чтобы в трюм забраться. И не выбраться никогда. А мы и не собирались, мы просто. Неправильно. А то вот некоторые собирались, и от них потом косточки не нашли. А куда же их хостя делись, интересно мне знать? Призраки людей утаскивают. Со всеми костями и потрохами. Призраки? Они же только ночью. А у них всегда там ночь. Аня, я тут чуть не спятил. Все нормально, отпусти. Забей. И я к вам больше третий лишний набиваться не буду. А знаешь, мне вообще-то кажется, что это не ты у нас тут третий лишний, а он. А ты серьезно? А ты чего ждал? Давным-давно сказал бы, что она тебе нравится. И никаких проблем. И я бы никуда с вами не поехала. Девчат, ну, вы просто мне обе, если честно, я, я просто, я просто не знаю, кто больше, и, 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 и… Вот это вообще класс, да? То есть мы за него там ругаемся, а он выбирает, эту или эту. Ну, ничего, Эльдарчик, проблема выбора теперь снимается. Девчат, давайте вот просто, как раньше, дружить втроем, м? Ну, без проблем. Только, если друг сидит на берегу и смотрит, как мы тонем. Это, знаешь, такая себе дружба. Ну, так-то да. Удачи, девчонки. Ой. Ты че, правда призраков испугалась? А если правда? Ты кого слушаешь? Сторожа пьяного. Это же все страшилки для маленьких. А тебе уже двенадцать лет. Никаких призраков не бывает. Чем докажешь? Ты хоть одного видела? Я и акулу никогда не видела. И что, не существует, что ли? Все. Давай, пока. Я тебя тут подожду. Давай только быстро. КОНЕЦ ВЕСЕЛАЯ МУЗЫКА А-а-а. Помогите! Помогите! Прах к праху. Дух к духу. Могилы зарыты. Гробы забиты. Оу! Куда? Господи, помимо! Господи, помимо! Господи, помимо! Господи, помимо! Господи, помимо! Здравствуйте! Я не знаю, мне полицию или кого! Женька, призраки забрали! Привет! Сашка здесь? Да, в машине копается. Злой как черт! Почему-то? Это понятно. Позвать? Не-не-не, не надо. Я просто там ланшет свой забыла в дежурке. Пойду заберу. А, ну давай, крадись. А вот тебя не заметят. Детский сад. Юль! Шшш! Я там в дежурке папку забыл. Там очень-очень важные документы. Понятно. Ты перенесешь, а? Я тебя на улице подожду. Ну ладно. Я сам! С усам! С усами! Леонид! Здравствуйте! Здравствуйте, Юля. А я вот заявочку составляю. Так, на заказ у нас медикаменты заканчиваются и кислород. Угу. Ну да, что-то. Правда, душновато. Ой, Лень, вот ты где. Привет. Погнали со мной призраков ловить. Ну, кто, если не я, самый главный специалист по призракам? Что они там опять натворили? Мальчишку похитили. Понял. Собираюсь. Изучаешь парашюта? С парашюта подозрение снятое. Выдыхай. Интересно, это почему? Психологический портрет не подошел. Врешь? Нет. Кто следующий под подозрением? Пока никто. Опять врешь? Да. Ну, ты видела, куда он полез? Он куда-то туда. Я с ним не пошла. Страшно. Ладно. Тогда придется все корабли осмотреть. А вы что, вдвоем пойдете? А надо по очереди? Ну, вдруг вас тоже утащат. А так хотя бы кто-то один остался. Обоих не утащат. Мы ж тяжелые. Ну, ты нашел с кем шутить. Оль, ты не бойся. Там никаких призраков нет. Веришь? Верю. Погнали. Жди тут. Жень! Женя! Ты где? Женя! Женя! Тут я. Тут. Слышал? Стучит вроде. Ага. Оттуда? Из этого корыта? Или из того. Жень, постучи, а! Женя! Ага, точно оттуда. Жень! Ай! Че там? Ты прикинь, меня крыса за палец потонула. Надо обработать. И чего теперь? Ну все, не жилец. Призраком станешь. Тут. Женек, ты там как? Ага. Вот у меня тут ваше заявление, где вы утверждаете, что там у горящих машин капитан Касацкий все время был у вас на виду. И у него не было возможности поставить канистру с бензином. Вы сейчас это утверждаете? А что с тех пор могло измениться? Хорошо. А вы сами были у него на виду? И у всех остальных? Касацкий и Грек отходили к буксировочной машине. Так. Рядом со мной были Дронов и Нефедов. И могли видеть, что вы не ставили туда канистру с бензином. Да? Жаль, Дронов этого уже не подтвердит. Жаль. А вот Нефедов может подтвердить. А может и не подтвердить. Не для того ли на него покушали, чтобы он не мог свидетельствовать? То есть я бросил провод под ноги Нефедову, чтобы он не смог дать прочь меня показания? Любопытная версия. Так. Так, ладно. А газ на базе я зачем открыл? Да. Зачем? Если Касацкий так резво показал на вас вчера, значит с ним у вас не все гладко. Да все гладко. Не за что мне было убивать Касацкого. А Дронова, выходит, было за что? Не было. Не глубокая, не? Да не, ерунда. Крови немного. Но, конечно, надо бы зашить. Мама зашьет, ничего. А у тебя мама доктор? Нет. Она мне те штаны раз пять зашивала. Тогда хорошо. Ой, Женек, больно. Пуль, уйди, нечего тут смотреть. Сейчас призраки вылезут. Ага, этот призрак тебя за попу укусил? Меня за палец укусили. Я сам теперь как призрак. Уйду. Скажи спасибо, что я спасателей позвала. Спасибо. Между прочим, вам обоим нужно сделать прививку от столбняка, а тебе еще и от бешенства. Ну а что, прикольно. Димофамин – бешеный призрак Сочи. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Если злые дядьки увели вас в багажнике в лес, не отчаивайтесь. Специально для таких случаев у нас есть лайфхак. Серега, давай. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, ну, как открутить, вы поняли. А теперь смертельный номер. Ну вот. Так все просто. Вы на свободе. А у нас растет число подписчиков, народ. Не забывайте ставить лайки. И подписываться на канал, кидать донаты. Вы думали, это конец? Это не он. Если все-таки злые дядьки решили не останавливаться на светофоре, вы можете вылезти на ходу. Нереально? Сейчас проверим. А-а-а! Помогите! Эй! Чё такое? Чё такое? Камеру взрывай! Чё такое? Алло. Алло, МЧС? Фомин, давай на вызов. Что, опять? Мальчонку из фары достать. В смысле из фары? Ну, из прямой, из автомобильной. Ты что, прикалывайся опять? Эти мальчонки скоро в спичные коробки залезать будут. Ну, не хочешь, я с Петровым поеду. А что, Петров едет? Да. К тебе, вон, тоже мотнось. Ну, давай, давай, иди. Балбес. Ребята, налетай. Опа, шеф. А что, мы уже грант получили? Когда мы его получим, я вам такую поляну выкачу. А это так, сладенького принес для хорошей работы мозга. Сегодня последний рывок. Успеем раньше ЭП Семенова на грант податься, и мы в дамках. Да успеем. Вот моя часть практически готова, только вычитать. Умничка моя! Синюхин, а ты чего не берешь? Некогда, работаю. И у меня диета. Ух ты, цацца какая! Ну, работай, работай. А Верьянов, а ты чего? Чего-то живот скрутило. И тошнит. Это что, пироженки? Я такое уже съел. Да, ну, хорош, они же свежайшие. Я только что в магазине брал. Небось, пил вчера, да, Ильянов? Ну, я бы ищу активированный уголь. Вообще-то мне тоже как-то... Как-то не очень. Ой, Господи. Что же них болтывать в пирожных? Цианинсты кали. И вы тогда миндалем боняли. Да ну кто в магазине цианид продает? Вы головой-то думаете? Я уже не могу думать. От вашего сахара одни проблемы. Мы с вами не ели, нормально. Мне как-то... Тоже не очень. Ясное дело, блогеры, будьте вы трижды неладны. А то нам их мало было. Зато наш не засовывается туда, куда не нужно. Себя, может, нет, а вот нос везде сует. Так, родной. Давай попытайся в обратную сторону крутануться аккуратно. Ну, вот я ж ему говорил. Тихо, тихо, тихо. Не зуди. Как штопор из пробки. Давай. Хотя про штопор тебе рановато еще, да? Девятнадцать. Девятнадцать? Пахать на тебе надо. А ты такой ерундой занимаешься. Не, видите, вот тут его держат. Ну, по-любому отжимать надо. Согласен. Тащи ножницы. Резать будем. Можно без ножниц. Ну, я ж эту машину у бати спер. Может, маслом его как-то польем и... И какое масло предпочитаете в это время суток? Оливковое, подсолнечное? Сейчас у него некроз начнется, отек. Придется голову ампутировать, чтобы спасти машину вашего отца. Да отжимайте скорее, отек уже пошел, я чувствую. Не трындец. А не надо было по кочкам ездить. Ашот, подойди. Что? Не хочешь завтра в горы на квадриках сгонять? Да не особо. Ну, подожди, подожди. Я не хотел тебя подставлять, правда. Ну, ляпнул я тогда следаку, что ты первый выходил. Так это же правда было. Конечно, все правильно сделал. Я тупо не подумал, как это будет выглядеть. В общем, если он до тебя докопается, скажи, я к нему подойду и все объясню. Не надо. Извини. Ну, ладно. Что ладно? Извини, если на квадриках с греком поедешь кататься. С ним-то зачем? Чтобы вы собачиться перестали. Он сам со мной не поедет. Побежит. Можно с кем-нибудь другим? Можно с Семечкиным. Так себе выбор. Ладно, я подумаю. Ну что? Я в на отравление. Поехали с нами. Заберешь потом эти пирожные на анализ? Что? Как вы думаете? Даже не предположу. Разберемся. Ну я-то не ел. Синюхин, ты там собери с компов что осталось. Попробуй сам. Слышишь, Синюхин, Артем? Ну ты чего там? Ты что, плохо? Так, быстро выходим отсюда. Это какой-то газ. Выходим, кто не может, вползайте. Надо МЧС вызвать. Вот-вот-вот, пошел. Ну, с досрущим освобождением тебя. Ты разминайся, разминайся. Некроза-то нет. Некроза нет, голова цела. Считай, что на этот раз повезло. Мне на этой тачке сейчас только в море разбиться. Да, так ты хоть сразу утонешь. Вот вы это и застримите. Кстати, хорошая идея. Мужики, спасибо большое. Не за что. Блогеры на всю голову. Нет, но все-таки Машка у вас не такая. Она же реально хочет журналистом стать. А не вот эти вот, которые готовы на все ради донатов. Так, парень. А что это ты о Машке вдруг заговорил? Ну так, просто к слову. К слову? А ты не для этого сюда со мной напросился, чтобы о дочери поговорить? Хотел спросить, а вы, если что, не против? Ох, дети, дети. Я не против. Главное, чтобы она была не против. Ты же про это хочешь поговорить? Просто ее спросить боишься? Да ничего я не боюсь. Просто вдруг вы и так знаете. Тогда ей спрашивать не придется. Ну, что до меня, мое дело отцовское. Будет все по-человечески? Буду не против. Благословлю. Грузись давай. Петров, прием. Срочный вызов. Массовое отправление в офисе. Скорая уже на месте. Бери Прохорова и Полей на вызов. Маглик. Ах, что за день такой. Вызов за вызовом. Привет. Привет. У тебя и машина есть? Ну да. Расчехлил старушку. Богатый жених? Лёнь, у меня пять минут. Я же просила, чтобы ты в больницу. Ну, я поэтому и не зашел. Извини, я просто не хотел о таких вещах по телефону. О каких вещах? Валь, мне очень нужна твоя помощь. У нас там не все медикаменты есть. А тут дело срочно. Сейчас, сейчас. Чего-то машинка подъедет. Я вроде уже в поле. А наши там как, нормально доехали? А Верьянов совсем плохо был. Доехали, слава богу. Им тоже уже полегчало. Добрый день. Ну, насколько мы понимаем, вы отравленные. Да, я двух тяжелых уже отправил. У всех желудочные колики, тошнота, отмигрень. Ну, мы только вышли, они прямо на глазах оживать начали. Интересный газ. Интересно, кто это вам все подсуропил? Да это Семенов, больше некому. Наш конкурент. Мы сегодня на грант должны были подаваться. Ага. Хакнуть нас невозможно. Мы из сервера броней защистили просто. Решил выкурить газа, сволочь. Я думаю, что он просто порчу на офис налил. Что? Порчу? Ладно, пойдем посмотрим, что у вас там испорчено. Второй этаж? Да, восьмой офис. Ну, что делать? Да вроде все нормально. Все чисто пока. Тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо, не вступай. Тихо, тихо. Тихо. Тихо, спокойно, спокойно. Фух. С вами-то что? Тихо, тихо, тихо. Присядь, присядь, присядь. Давай руку. Тихо, порой. Да-да. Да-да-да-да. А его ты чего накрыл? Он же в маске был. Я вам говорю, потому что это порча. От неё никакая маска не поможет. И что мне теперь папа в офис звать? Да кого вы слушаете? Это же Губанова. Он в следующий раз какого-нибудь шамана приведёт. И приведу. Это от тебя, Силёхин, чуть я никакого нет. Потому что ты чурбан. А я, между прочим, я знала, что так будет. Откуда вы знали? Я чувствовала, что случится. Как-то не по себе мне было. Ужас накатил. Да вроде отпускает уже. Я говорю, мне как-то не по себе вчера было, и мне ужас накатил. Ужас накатил, говорите? Мне прям бежать захотелось. Да вам бы только с работы сбежать. Мне, кстати, тоже вчера неуютно было бы. Так, пожалуй, мне ещё раз придётся подняться. А вы не подскажете, где у вас щитовая? Мне придётся всё обесточить. Там, на втором этаже, слева. Я понял, спасибо. Ты как? В порядке. Ну, давай, держись. Стойте, вы куда без маски-то? Да никакой это не газ, это инфразвук. Чух-чух-чух, вы откуда? Да я уже в порядке. Я бы на вашем месте полицию вызывал. Шеф, вызывай. Да? Странно. Почему у всех разные симптомы? У кого голова, у кого живот? Да потому что резонансные частоты на каждого человека действуют по-разному. У кого-то прибор с желудком вошёл в резонанс, а у кого-то с головой. Главное, чтоб не с сердца. Да. О, Кость, а я, кажется, нашёл. Ну-ка. Вот оно. Чудо техники. Давай аккуратнее, там могут быть отпечатки. А не учи учёного. Аккуратненько. Молодец, профессор. Догадался. Да я догадался, потому что она про испуг сказала. Видно, их конкуренты вчера пробный пуст сделали. Частоту инфразвука чуть выше поставили. А он только тревожность вызывает. Типа отпугиватель, да? Ну, типа того. Ну, теперь другие структуры попугают их. Чё, пошли? КОНЕЦ Ключи забыла? Нет. Я просто их здесь хотела сначала. Не знаю, может, мне заходить не придётся. Как ты решишь? Юль, у нас всегда решение принимаешь ты. Что делать? Ко врачу идти надо, ты не идёшь. Я была у врача, Саша. Я анализы все сдала. Ещё тогда, когда траванула с этим аквалангом. У меня не может быть детей. Мне было страшно тебе признаться в этом. Я просто боялась, что ты. Что я уйду от тебя? Ну, это было бы правильно. Зачем тебе так? Серёж, а ты что делаешь? Считаю. Я так понимаю, от предложения генерала ты решила отказаться? Правильно понимаешь. Зоя, ну не могу я быть ветераном-инвалидом. Я людей должен спасать. И тебе, муж-инвалид, не нужен. Ты не инвалид. Пока. Ну, станешь им, если будешь делать эти упражнения. Отсадь меня хочешь посадить, да? Я не хочу, я. Делай, что хочешь, что хочешь делай. Ныряй, отжимайся, бегай, плавай. Сколько угодно. Я своего ребёнка, если что, сама прокормлю. Вот так. Господи, что ты такое говоришь? Послушай себя. Как язык у тебя поворачивается. Я своего ребёнка выражу. А как же я, мы все. Что это вообще такое? Вот, вот. Ты только посмотри на себя. Я здесь с тобой. Садя, 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 садя. Ну так иди тогда, подыши. Я пойду. Иди. Я подышу. Садя, 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 садя. Садя, 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 садя. Садя, садя, садя. Садя, садя. Садя, садя. Садя, садя. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Cảm ơn các bạn đã theo dõi. DimaTorzok 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 DimaTorzok